как же я тебе мечтала мое платье пожалуй я так тебя и назову мечта приветствую вас дорогие любители творчества добро пожаловать на мой канал в атмосферу уюта комфорта хорошего настроения с вами Елена Ситникова и так мои хорошие не успела я закончить свой грандиозный проект шарф трансформер как сразу приступила к другому проекту это просто потрясающее платье о котором я так давно мечтала помните в каком-то из роликов я показывала вам что я хочу связать комплект к этому шарфу трансформеру и это было платье которое я вам рисовала там была коса по центру и платье планировалось связаться также английской резинкой но благодаря вам мои хорошие вы мне просто посоветовали не вязать это платье английской резинкой а связать как-то по-другому потому что английская резинка в платье добавит конечно же мне ненужный объем я очень благодарна этому комментарию я прислушалась к нему и стала искать похожие модели мои хорошие но в этой модели просто вот все что я хотела я нашла в этой модели я сейчас покажу вам фото на компьютере потому что ну чтобы мне не вставлять это фото видео это очень долго занимает потом склеивание то есть монтаж у меня в планшете стоит программа которая не требует монтажа и вот чтобы быстрее это произошло я конечно же вам сейчас покажу это фото в компьютере еще не распечатала я на бумажный носитель не распечатала через принтер эту модель конечно же это все сделаю но пока нет такой возможности а сегодня поговорим об этом прекраснейшем платье вот это вот девочки вот это я связала за вот видите сколько здесь но вот за вчера буквально за вчера за день вяжется просто на одном дыхании посмотрите какой здесь очень простой но очень эффектный рисунок то есть получается вот этот рубчик сейчас я вам покажу как это выглядит с другой стороны очень похож на резинку здесь получается три лицевые и одна изнаночная если смотреть по лицу получается очень красивый рубчик и этот рисунок вот казалось бы простой но это попросту говоря тоже резиночка но это не выглядит как резинка то есть получается достаточно гладкое полотно и она очень плотная и теплая именно такое платье я и хотела во первых я его буду вязать длинным ниже колено мне хочется вот его одеть и в зиму даже ходить в курточке ну чтобы не длинное пальто я что-то в последнее время стала такой мерзлячкой мне вот просто нужно тепло тепло одеваться под это платье подойдут его можно носить как под тонкие капроновые колготки да и также можно носить под лосины под джеггинсы в общем универсальная вещь подойдет и каблучок подойдут даже кроссовки платье просто шик я ну вот просто давно давно мечтала сколько я информации перерыла в интернете вы не представляете и потом вот так скажем набрела на эту модель ссылку конечно же на источник я оставлю и в источнике очень хорошая схема и очень понятное объяснение но настолько все вот качественно и я имею ввиду качественная схема все видно не размыто сходите по этой ссылке и посмотрите сами убедитесь платье для начинающих просто прелесть и напомню что спонсором этого проекта является магазин бобин и мой лёшик почему мой лёшик потому что полтора года назад лёшик мне купил 17 килограмм шелкового блеска и я очень этому рада но а магазин бобин представил предоставил мне вот эту ниточку кенгуру вулл от color city я ее перемотала в моточек и и сейчас расскажу еще один лайфхак чтобы вам было полегче вязать и избавиться в этой ниточке как вы помните я вот в шарфике показывала что там вот такой пушок попадается вы мне писали комментарии это наверное скорее всего вот он видите ну обработка какая-то обработка масляная когда ниточка придется нет мои хорошие это не масло это точно я не знаю что это и вот чтобы не вытаскивать потом эти пушинки из полотна я вам покажу покажу даже популярный я уже как-то в каком-то ролике рассказывала как я выпрямляю ниточку так вот я не выпрямляла ниточку я избавилась от этого пушка еще до того как я начала вязать почему он перемотан почему это моточек теперь у меня здесь практически нет этих пушинок я спокойно вяжу вот вы видите это полотно и здесь практически нет этих пушинок я покажу как я от этого избавилась посмотрите какая прелесть в сочетании с шелковым блеском мои хорошие я так жалею я зашла на троицкую фабрику и не увидела шелкового блеска его сняли с производства как я поняла где-то месяц назад я заходила там было всего два оттенка по моему кирпичный и красный и они продавались по 120 рублей это оптовая цена вот та по которой я покупала полтора года назад эту пряжу 17 килограмм сейчас они видимо продавали остатки это вот где-то месяц назад сейчас зашла мне просто стало интересно и не нашла это ниточки вообще ах как жаль как жаль ниточка просто шикарная но не расстраиваемся сейчас столько пряжи что конечно же кто будет вязать вместе со мной не обязательно вязать вот с шелковым блеском мне немножко повезло как бы есть это ниточка и очень много нее я вижу вот в таком составе вы конечно же можете вязать в любом другом составе сюда подойдет и махеровая ниточка можно вот в эту кенгуру вул добавить махеровую ниточку я как-то уже отвязывала образец и вы видели что получается да даже сейчас вот где-то найду покажу вам так что будем вязать вот это платье вяжется просто на одном дыхании вот просто на одном дыхании и я конечно же расскажу о своих нюансах покажу как я начала вязать сколько петель я набрала но вы рассчитаете свое свои петли и как бы вы будете вязать по своим размерам что в этом платье я изменила если вы зайдете в источник посмотрите там идет сначала резинка два на два а потом идет вот этот рисунок и ну вот рисунок можно сказать это та же самая резинка только три на один так вот мои хорошие я не стала вязать здесь резинку мне кажется что она здесь лишняя я имею ввиду резинка два на два я сразу начала вязать вот с основного узора там он называется рельефные столбики или как-то так рельефный узор имеется ввиду вот это вот три лицевые 1 изнаночная и узор косы узор косы вот я сразу начала вот с этого узора мне показалось что вот вязать резинку 2 на 2 потом пойти вот этим узором там будет несоответствие то есть будет не совпадать эта резинка ну в общем мне показалось это лишним как вы будете вязать пожалуйста смотрите но источник ссылку я вам все предоставлю в описании к этому видео под вкладочка под словом еще вы найдете эту ссылку в комментариях я ссылки оставлять больше не буду кстати мои хорошие сегодня опять мне пришло письмо такого же характера в один в один что ваш канал заблокирован нет не заблокирована будет заблокирован перейдите по ссылке в общем это письмо у меня в спаме я там его нашла все никак не уймется народ почему-то очень хочется взломать мой канал но я так думаю что это не только мой канал недавно смотрела дениса коновалова посмотрите подпишитесь на его канал мне очень нравится там много полезных советов и школа бесплатная школа для блогеров дениса коновалова кто блогеры пожалуйста там много полезной информации так вот он недавно говорил что очередная волна взломов пошла на youtube ну то есть ни в коем случае не ходите по этим ссылкам если приходят такие письма но я уже даже после вчерашнего письма даже не обращалась службу поддержки потому что я навела на адрес и увидела там домен mail.ru ну это вот просто хуже некуда я не знаю о чем думают эти хакеры но бог с ними не будем останавливаться на этом а то опять мне посыпется комментарий что я много говорю да я много говорю на моем канале не только мастер-классы на моем канале мы еще общаемся и я рассказываю свои мысли свои идеи кому не нравится пожалуйста проходите мимо и так посмотрите у меня же есть уже сумочка к этому комплекту сумочку вы уже видели и экспресс мастер-класс по этой сумочке уже есть давным-давно на канале о нем тоже не буду они не буду говорить но вот посмотрите какая красота то есть вот такой комплект если останется пряжа я думаю что она останется я еще свяжу и шапку тогда вообще будет полный трэш и так что сейчас покажу фото этого платья расскажу про петли расскажу какими спицами я вязала и ну в общем о тонкостях и нюансах конечно же сейчас поговорим и так мои хорошие вот она это платье фото я вставлю но на заставке будет это платье в ролик я не буду как бы вставлять фотографию но я уже ее показывала в предыдущем ролике кому интересно откройте предыдущий ролик где я демонстрирую шарф трансформер и там можно посмотреть на это фото в более качественном формате я сейчас просто показываю вам его с ноутбука посмотрите на эту красоту какая же прелесть просто прелесть прелестная вот именно то что я хотела она длинная теплая держащая форму и удлиняющая силуэт и вот этот разрез видите там вот я имею виду вырез вырез горловины мне очень очень нравится и вяжется этот вырез просто очень очень легко пока я не буду о нем говорить сейчас я покажу вам выкройку да в принципе не буду показывать вы пройдете по ссылке и посмотрите на выкройку этого платья кстати там увидите и фотографию ну так скажем в лучшем качестве естественно вяжется на 1 2 я не буду сейчас пока вам рассказывать как вяжется это вырез этой горловины как это сделать кто конечно опытный те поймут по описанию ну а кому нужны дополнительные сведения мы пока до этого доберемся пока я вижу спинку но как только я буду вязать перед я вам это покажу если кому не понятно как это делается по описанию но там все достаточно очень просто и я возможно изменю в этом платье немножко форму рукава сейчас я вам покажу свой кардиган восток и скорее всего в этом платье я также применю вот эту выкройку этого рукава я на мой взгляд это будет намного красивее удобнее и эффектнее и так мои хорошие пытаюсь донести до вас как я хочу сделать вверх ну как бы плечевой скос и вот рукав кто помнит мой кардиган восток пройдите в плейлист кардиган восток и вы там увидите вот смотрите вот рукав вязался а потом вязался вот такой вот от рукава коса вот такой формы и потом это коса вот это расстояние вот она я вшивала вот здесь вот в плечо то есть сейчас я нарисую вам еще на картинке чтобы было понятно и вот мне кажется что вот такая форма такая форма рукава по такой выкройке в этом платье очень хорошо подойдет но к этому мы конечно же придем я еще покажу вам когда дойдем до этого момента может быть что-то изменится но кому идея нравится и кто может быть быстрее меня свяжет это платье вот смотрите что можно изменить немножко здесь в этом платье рукав про продлить вот эту косу там рукав кстати вяжется тоже с косой естественно там немножко другая схема косы кстати кому интересно мастер-класс по этой косе есть на канале есть потому что вы спрашивали у меня ой расскажите как это вязать все уже давно давно есть найдете так что имейте ввиду что вот в этом платье можно во первых удлинить вот ну как бы наш силуэт нашу ручку вот сделав вот такой вот по такой выкройке связав рукав то есть снизу вяжем связали полностью рукав потом петли с одной стороны с другой стороны закрыли которые будут втачиваться в пройму рукава а косу про пошли вязать вот еще вот такой вот погон и потом это вшивается с одной и с другой стороны кстати должен должна пройти публикация этого кардигана что-то я как-то забываю позвонить в редакцию мод может быть уже и вышел журнал с этой публикации если вышел может быть кто-то следит за публикациями журнала мод напишите мне пожалуйста так что вот мои хорошие вяжем сейчас покажу схему расскажу для начинающих так скажем как это вяжется схему конечно вы найдете по ссылке ну а кому это сложно сейчас на словах я постараюсь вам разжевать как вяжется коса из этого платья и так мои хорошие давайте по размерам в источнике платье дается по моему размер 46 48 у меня размер 48 50 и я хочу чтобы она была немножко свободного силуэта поэтому конечно же я во первых высчитывала петли для своего вязания и там поясную источнику 144 петли для тех ниточек которые там даются я уже не знаю какие там и спицы там троечка у меня было 134 петли казалось бы меньше до но размер получился больше потому что у меня другая пряжа кенгуру вулл от магазина бобин и пряжа шелковый блеск и так я значит набрала 134 петли и пошла вязать вот эту даже не 134 135 наверное мои хорошие 135 для почему 135 во первых две кромочные и 1 изнаночная для симметрии чтобы у меня начиналось вязание с изнаночной и заканчивалась с этой стороны тоже изнаночной поэтому 135 петель и 2 кромочная рапорт здесь состоит что здесь вот мы видим 1 изнаночная 4 лицевых 1 изнаночная 4 лицевых вот и считайте и чтобы закончить изнаночной я добрала еще одну петлю у меня по размерам получилось что вот здесь вот по краю то есть это не из платья до подол 52 сантиметра но 52 сантиметра мне мало мне нужно чтобы вот здесь было как минимум 60 62 у меня вот уже вот здесь 62 сантиметра что я делала я начинала вязать на вот этих сантиметрах вот эту вот можно сказать резиночку 3 на 1 ну вот сантиметра 3 где-то спицы у меня здесь были вот бамбуковые прямые а 376 провязав до первого перекреста косым к ней мы сейчас подойдем я заменила спицы на четверку четверкой провязав еще два перекреста вот здесь вот где-то здесь даже немножко видно границу вот где я меняла спицу рыхлость пошла другая провязав еще какое-то расстояние я заменила спицы на четыре с половиной и все больше я спицы менять не буду вот она моя спица четыре с половиной не знают фокусируется не хочет фокусироваться но четыре с половиной и я буду вязать теперь дальше все полотно четыре с половиной спицами четыре с половиной миллиметра что у меня что мне это дало в итоге с 52 сантиметров по подолу я вышла на расширение и сейчас у меня вот здесь 62 сантиметра но я не буду на на спицы не помещает ох ножницы упали я не буду вам это показывать но поверьте вот здесь у меня 62 сантиметра вы конечно же можете я сделала расширение за счет смены спиц на больше мне не хотелось можно же конечно добавить вот здесь вот петли но тогда изменится форма вот этого рубчика в принципе будет нормально но я вот вышла из положения не меняя количество петель я просто сделала расширение за счет смены размера спиц и вот вы даже видите вот здесь вот очень хорошо видно что вот начиналось вот так и пошло расширение это я сделала для того чтобы платье мое внизу было немножко сужено но вот такой вот я не знаю кокон что ли или как как это назвать внизу короче у меня будет платье сужено для более красивой формы ну и дальше дальше провязав три сантиметра вот этой резиночкой три на один я считаю что это резинка вот это трубчик это резинка три на один три лицевые 1 изнаночная я рассчитала петли ну вот здесь вот я следовала как написано в описании к этому платье 22 петли это вот у меня идет сначала вот этого рисунка потом я внедрила рисунок косы 22 22 петли дальше у меня вот здесь вот 44 петли вот этого рубчика и потом опять 22 петли косы и 22 петли опять этот рубчик ну и естественно кромочная единственное что когда я стала внедрять вот этот рисунок косу чтобы не выбиваться вот из красивого рис узора да я где-то связала две петли вместе чтобы не нарушать вот эту вот конструкцию вот этого рубчика в одной косе 2 петли провязала вместе и в другой косе и у меня вот структура рисунка не изменилась то есть у меня нет вот этого перескока лицевая изнаночная думаю что это понятно чтобы было все красивенько ну и так я буду вязать вверх это спинка да что же у меня все падает то сантиметр то ножницы дальше здесь небольшое углубление по выкройке сделаю на на спине и все там никаких скосов рукава для плеча ничего там нет выкройка очень очень просто зайдите по ссылке и вы увидите и очень легко вяжется вот этот вырез горловины по переду но мы к нему еще придем вот и все мои хорошие теперь смотрите я нарисовала схемку поскольку нет возможности распечатать схема косы все очень просто а вяжется значит три рядочка вяжем 3 изнаночные 22 лицевые 3 изнаночные возвращаемся изнанкой там конечно же наоборот там где были у нас изнаночные они провязываются лицевыми а 22 петли там где были лицевые провязываем изнаночные вот он этот рисунок провязав дойдя до пятого ряда вот таким образом у нас идет первое скрещивание 6 петелек сняли я вижу араны и косы при помощи вот такой иглы тоже есть мастер-класс на канале посмотрите это очень 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 быстро кому нравится пожалуйста приобретите такую иголочку только они бывают разные бывают короче той вязать не очень удобно а вот если найдете вот такую длинную тогда цены нет вот этой иголочки я ее заказывала на алиэкспресс потом заказала еще целый набор иголок и пришли короткие и вот она у меня одна осталось было три где еще две я не знаю я ее берегу как зеницу ока потому что вот такой длинной я не могла найти сейчас я вам скажу сколько здесь 9 сантиметров второй набор который пришел они короткие сейчас покажу даже вот смотрите вот такой же в надежде что я закажу поскольку одна вот такая игла у меня осталось я заказала думала что такую иголку но она пришла другая видите разницу вот насколько на целых два сантиметра вот это игла короче она тоньше и вот такой иглой араны делать неудобно а вот эту иголочку я говорю не дай бог она потеряется я не знаю как я без нее буду вязать косы араны и опять же девочки это мое мнение я делюсь своим опытом если вам неудобно вяжите так как вам удобно но многие которые попробовали именно вот такую иглу мне говорят спасибо и говорят что работа намного быстрее идет вот такая еще штука тоже есть ею тоже более удобно вязать чем вот и теми спицами с углублением для ранов вот мне они вообще никак и так давайте немножко растолкую вот этот узор по этому плате вот эту косу и так провязали 5 рядочков 33 изнаночные 22 лицевые дошли до пятого ряда вяжем 3 изнаночные 6 петель сняли на вот эту иглу или на вашу дополнительную спицу оставили перед работой провязали 4 лицевых вернули 6 этих петель провязали все вяжется вот это лицевыми очень легкая коса провязали 6 петель с дополнительной спицы 6 лицевых все дальше вяжем 7 рядов вверх опять 3 эти изнаночные 22 лицевые но по изнанке в обратную сторону понимаете провязали 7 рядочков это получается 13 ряд то есть после этого считаем 7 рядочков и в тринадцатом ряду вяжем 3 изнаночные 6 лицевых 4 петли сняли оставили за работой провязали 6 петель лицевыми вернули эти 4 петли с дополнительной спицы провязали 3 изнаночные все вот так вяжется это коса раппорт узора этого 22 петли еще напомню как чтобы не считать ряды и не заморачиваться где нам нужно сделать эти перекрещивания показываю вот смотрите вот у меня было перекрещивание последние я провязала вот я считаю здесь очень хорошо видно вот она эта дырочка после нашего перекрещивания вот они дырочки которые идут после вот такие должно быть 77 дырочек отсчитали 8 в этом ряду значит нам нужно сделать перекрещивание очень хорошо очень удобно считать вот они эти дырочки смотрите 1 2 3 4 5 6 7 но это с другой вот она это перекрещивание было просто вот вот здесь значит в этом ряду делаем перекрещивание надеюсь это понятно чтобы ваше вязание было комфортным и вы не боялись что вы ошибетесь считаем по дырочкам ряды их должно быть 7 значит в следующем ряду делаем жгутик наш все это рассказала я вам принесла я вам образец конечно я понимаю что шелковый блеск не найти сейчас днем со днем если только в каких-то магазинах где ну как бы еще не распродали остатки там можно купить вот этот же ниточка кенгуру вул китайская в сочетании с мохером одно сложение плюс мохер би 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 посмотрите какая красота получается так что это платье можно спокойно вязать добавляя в эту ниточку мохер будет еще красивее конечно же дороже но я другой мохер вам не советую либо от би 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 либо drops либо альпина жени этот мохер я проверила и я знаю что он не колется но конечно получается накладно ну все в этом мире относительно как бы хорошие теплые вещи качественные естественно они требуют дополнительных затрат так что еще я вам не сказала девочки вроде то все сказала рассчитайте ваш размер свяжите образец посчитайте сколько петель у вас в одном сантиметре и хотя бы приблизительно сделайте расчет я повторюсь я не люблю вязать образцы я их вижу просто для ну ну чтобы хоть откуда-то отталкиваться да вот здесь вот я мне повезло с этим платьем что но я попала в размер практически попала и то я думала что будет все прямо я буду вязать вот спицы и 376 но провязав тоже рассчитала вроде там получалось же 60 сантиметров не получилось у меня я сделала расширение да хорошо что мне пряжа это позволило сделать толстенькая да я ну как бы поменяла спицы на больше и тем самым вышла на тот объем вот здесь вверху который мне нужен вот ну а вы если не хотите вот так вот делать расширение за счет смены спиц тогда рассчитывайте под свой размер ну думаю что с этим справитесь но здесь ну проще пареной репы просто проще пареной репы рисунок и выкройка никаких здесь вообще нету ростков нету поворотных рядов свяжется на ура я говорю я вижу на одном дыхании и просто кайфую от этого платье будет очень очень красиво и свяжется очень быстро смотрите как красиво смотрится изнанка как блестит ниточка это вот шелковый блеск у нас такие порывы ветра сейчас на улице просто я не знаю может быть вы даже в кадре слышите все мои хорошие уже наговорила целую кучу сейчас опять не будут писать что я болтаю много не смотрите тогда мои видео если вам не прият не приятное общение если вам не нравится что я говорю как я говорю пожалуйста такие зрители проходите мимо только не пишите мне вот эти комментарии что я много болтаю что по сути ничего ищите тогда другие каналы которые вам нравятся ну а мне нравится общаться с моим зрителем именно с моим зрителем я это подчеркну и вас мой дорогой зритель я вас всех обнимаю всех люблю вот такая погода серость серы у нас за окошком а мы вяжем красивое платье и наслаждаемся этим процессом пожалуйста напишите в комментариях как вам такой проект будете ли вы вместе вязать со мной все я вас обняла до скорых встреч с вами была елена ситникова пока пока